В программе, честно говоря, на БСТ, нечестно говорят защитники Хабирова, которые приписывают ему такую роль самого главного экозащитника земель Республики Башкортостан от нерадивых недропользователей. Самая актуальная тема в последние дни, Руслана, это честная добыча полезных ископаемых за Уралией и, конечно, качество жизни местных людей. Самая актуальная тема последних дней, это честная добыча полезных ископаемых в Башкирском Заурале и уровень жизни местного населения. Понимаете, о чем они говорят? Это у них только сейчас дошло, это то, что в последних дней оказывается проблема. Это не важно, то, что это уже буквально десятилетие продолжается вот эта проблема, а после Баймаксских событий у них оказывается эта тема последних дней. И они говорят, власти Республики не один год борются за экологию. Да, борются за экологию. Это правильно, они борются. Только против почему-то. Возбуждает уголовные дела на экоактивистов, административные дела на экоактивистов. Сейчас только увидели. Власти Республики уже не один год ведут борьбу с недобросовестными недропользователями в Зауралье. После многих судебных тяжб в последнем окончательном решении была озвучена огромная сумма в 35 миллиардов рублей, которую в качестве ущерба обязаны выплатить копатели в бюджет Республики. Тех, кто собирается работать, власть обещает не оставлять наедине с местными жителями. Вы понимаете, не местных жителей будет охранять и охранять их соблюдение конституционных прав на благоприятную окружающую среду. Нет. А будут сдерживать обещание, чтобы недропользователи не остались наедине с местными жителями. Это после баймакских событий, что ли, так? Неужели здесь народ такой страшный? Надо было всего лишь навсего лет 5-6, ну ладно, даже года 2-3 назад прислушаться к населению, и все было бы хорошо. А это халатная, преступная деятельность нынешней хабировской власти. Тех, кто остается работать, власть обещала не оставлять один на один с местными жителями. Строгий спрос и контроль. Итак, какие задачи нужно решать в ближайшее время в сфере экологии и недропользования? Ждет ли территория рекультивация? Какие именно интересы местного населения надо учитывать? И какую социальную нагрузку должен нести бизнес? Эти и другие актуальные вопросы обсудим сегодня в программе «Честно говоря». Я, Руслан Шарафудинов, вместе с Алсу Слейкаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Нияс Фазылов, министр экологии и природопользования Республики Башкортостан. Фунуза Юсупова, депутат Тимясовского сельсовета Баймакский район. И Алексей Грицук, заместитель начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, начальник отдела Башнедра. Здравствуйте, уважаемые гости. Позвали таких гостей, но это одно и то же, как с козами обсуждать, как навести порядок на капустном поле. Скажите, пожалуйста, вы видите свет в конце туннеля с этой проблемой? Действительно, верите ли вы, и как вы смотрите, с оптимизмом или нет, удастся ли нам, республике, навести порядок в конце концов в этой сфере? Да. Оптимизм, конечно, и уверенность в том, что будет установлен порядок в сфере недропользования. У нас очень большие надежды в связи с тем, что, вот как я говорила, нынешнее руководство республики, оно конкретно, плотное занялось на ведение порядка в сфере недропользования. И поэтому все вот эти мероприятия, особенно связанные с созданием межведомственной комиссии, где будут решаться основные вопросы и проблемы в комплексе с участниками из силовых структур, правоохранительных, контрольных органов и самих недропользователей, оно приведет к какому-то консенсусу и решение этого вопроса в правовом поле. Вот я тоже соглашусь с мнением Ильдуса Мансуровича, что муниципалитеты и народ, конечно же, только за, чтобы разрабатывались и чтобы были рабочие места при работе с добросовестными недропользователями. Я так не говорил, я все-таки в Министерстве экологии работаю, мы всегда выступали за то, чтобы хребет Ириндык был особо охраняемой природной территорией. Это решение наших предшественников, это уникальные места с уникальной природой и действительно с биоразнообразием. Да, это, наверное, недоработка тех, кто работал раньше, но в целом у нас всегда было понимание о том, что это единая территория особо охраняемая. Да, был статус придан только озеру Толкас. Вот сейчас мы работу завершили уже в целом по территории, создание особо охраняемой природной территории на всем хребете Ириндык. Говорят то, что население за, чтобы разрабатывали эти карьеры, будут дополнительные рабочие места, то, что статус сейчас Ириндыку придали особо охраняемая природная территория, раньше только Толкасу придали статус особо охраняемая природная территория и все. Это все заслуги ради Фаритовича Хабирова. Конечно же, а то, что десятки сходов проходили на эту тему, это никого не волнует. То, что население, которое сейчас Хабиров называет экстремистами-сепаратистами, они как раз выходили за сохранение, за присвоение статуса Ириндыку и статуса особо охраняемой природной территории озеру Толкас. Кто-то же должен следить за тем, что они там накопали. То есть в какой момент вот это происходит, если вы говорите, что вот кто-то другой должен надзирать за тем, что там они копают. Ну, вы же дали лицензию на поиск. Да. В какой момент вы проверяете, нашли они там что-то или не нашли? И входит ли это в ваши полномочия? Давайте так поясним. Вот. Да. Опять же, как бы такая коллизия. То есть мы не проверяем. Природнадзор, у него свои какие-то графики выездных проверок или что-то, он, по идее, должен проверять природнадзор. Но вот это вот как раз... Не знаю, это вопрос к нему, почему они не проверяют природнадзору. По идее, это... То есть... Либо по сообщениям тех же граждан, тех же, как бы, участковых. Если приходит сообщение, мы сразу рассылаем и в природнадзор, и в прокуратуру. Они уже... Разрешите мне, пожалуйста. Да, я бы хотел обратиться ко всем жителям республики Башкортостан. Если вы стали свидетелем, или вам кажется, что происходит незаконная добыча полезных ископаемых, вы можете на официальной странице Министерства экологии оставить комментарий. Сказать, вот территория такого-то района и так далее. 218.04.01, это единая диспетчерская служба Министерства экологии. Мы по каждому сообщению готовы отработать, выехать и дать развернутую информацию. Коллеги, мы здесь не делим федеральные лицензии, региональные лицензии. Мы стремимся к тому, чтобы у нас полностью было все в соответствии с законодательством. Поэтому обращаюсь ко всем. Пожалуйста, если вы стали свидетелем факта того, что или вам кажется, что происходит нарушение прудоохранного законодательства, в Министерстве экологии, как секретарь Межведомственной комиссии, мы направим обращение в Росприроднадзор, в прокуратуру, в Министерство внутренних дел. Пожалуйста, обращайтесь, мы готовы отработать. Здесь, если позволите, Алексей Николаевич, вот он переходит немножко из одних этапов в другой, да? После того, как поискали и что-то нашли, необходимо перевести земельный участок из одной категории в другую. А это уже процедура публичных слушаний, понимаете? И обычно поисковая лицензия не заканчивается добычей. Это 90% того, что поисковая лицензия заканчивается тем, что ничего не нашли. А за эти пять лет, извините, да, перекопали и ушли. Вот на данном этапе Министерство правопользования, как секретарь Межведомственной комиссии, Межведомственной комиссии, мы проанализировали всех недропользователей Республики Башкортостан в части рассыпного золота. Сейчас они говорят, да, должны быть публичные слушания, все такие беленькие, пушистенькие. Говорят, обращайтесь к нам, мы все решим. А когда мы папками, папками, сотнями тысяч везли вам подписи, почему-то такой реакции не было. Не было от слова совсем не было. Была реакция прямо противоположная. Но, чтобы поддержать чаяние народа, такого не было. А сейчас вы хотите того, чтобы все было по закону, в правовом поле. Да, действительно так. Надо все делать в правовом поле. И в правовом поле вы ответите за те махинации, которые вы проводили, находясь при исполнении своих должностных обязанностей. Вы все понесете уголовную ответственность, что министр природопользования, что вот этот грецук Алексей Николаевич. Так и будет. Все равно справедливость и закон восторжествуют. Когда-нибудь я на это сильно надеюсь. В первую очередь контроль. Отработка сообщений граждан о предполагаемых нарушениях и контроль надзорных органов. В принципе, этого достаточно. Прежде всего, контроль будет над вами. Именно по всем вашим нарушениям, которые тянут не на одну уголовную статью, а на несколько, а можете на десятки. Потому что я буду рассказывать и дальше. Именно по Грицуку, именно по вот этому министру природопользования я расскажу, как именно они проворачивали вот эти схемы. И надо будет потом, после вот этого всего, собирать подписи под это все и подавать заявление на возбуждение уголовных дел на вот эти лица, которые сейчас находятся при власти, которые сейчас находятся при исполнении своих должностных обязанностей. Но я думаю, все-таки это временно. Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите. Пусть вся Россия видит то, что у нас здесь происходит в Башкортостане. Мы здесь не националисты, не нацисты, мы здесь не террористы, мы здесь не сепаратисты. Все будут довольны. И народ, и разработчики. То есть, добычки. Понятно, большое спасибо.